Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я Наталья Машика. По вашим просьбам сегодня будем готовить блюдо из канадской кухни, а точнее дважды запеченный картофель. Блюдо обалденно вкусное и очень легкое в приготовлении. Список необходимых ингредиентов вы видите перед собой на экране. Приступаем! Картофель я предварительно помыла, противень застелила фольгой и буду запекать картофель в духовке, которую я предварительно нагрела до 190 градусов Цельсия примерно 35-40 минут. Все зависит от сорта вашего картофеля. Может быть больше, может быть меньше. Итак, картофель готов, он уже мягкий. Разрезаем его сразу же после духовки горячим пополам. И сейчас нам нужно ложечкой вынуть середину, оставляя стенки примерно толщиной 3-4 миллиметра. Это очень легко делать ложечкой для грибфрута, потому что она имеет зубчики и очень легко снимать картофельные стенки. Но безусловно, вы можете использовать обычную ложку, как вам удобно. Ну вот, наши лодочки готовы. Выкладываем их снова на противень и отправляем их запекаться в духовку еще примерно на 10 минут. 10-12 минут. Запекаются они как раз за то время, пока мы будем с вами готовить начинку. К картофелю добавляем сливочное масло. Посолим по вкусу. И затем картофель нужно растолочь до пюреобразного состояния. Сырокопченый бекон нарежем небольшими кусочками. Я сразу нарезаю 4 полоски. Мне так удобно. Если вам покажется, что эти кусочки слишком большие, как для вашего вкуса, можете нарезать мельче. Но мне нравится, чтобы в картофельной начинке чувствовался бекон, поэтому нарезаю его чуть крупнее. Бекон отправляем на холодную сковороду и только тогда включаем средний огонь. Пока жарится бекон, мелко нарежем лук. Если нет у вас в наличии зеленого лука, используйте тот, который есть, например, обычный репчатый лук. На сковороде уже появился жир, отправляем туда лук. Кто-то любит для этого блюда бекон сильно зажаривать до хрустящего состояния. На мой вкус, для этой начинки это не очень хорошо, но если вам нравится более зажаристый бекон, конечно, зажаривайте до того состояния, которое нравится вам. Тушу бекон с луком примерно 1-2 минуты. И затем эту массу мы отправляем в картофель. Добавляем и бекон с луком, а также жир, который вытопился при жарке бекона. А затем массу хорошо перемешиваем. Картофельные лодочки подсушились в духовке. И теперь мы будем их наполнять картофельной массой. Кстати, дважды запеченный картофель очень часто подают в канадских ресторанах. Я не уверена за аутентичность этого рецепта. Является ли он точно канадским, но то, что канадцы его любят и подают во многих ресторанах, это точно. С начинкой, конечно, можно фантазировать, но классикой является картофельное пюре, сливочное масло, бекон и лук. Каждую лодочку сверху посыпаем тертым сыром. У меня это смесь сыров для мексиканской кухни. Крупно тертый сыр, можете взять мелко натертый сыр. Любой сыр, который хорошо плавится, подойдет для этого блюда. Картофельные лодочки снова отправляем в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился. Ну вот, наши картофельные лодочки готовы. Подаем их сразу же к столу горячими. Но, кстати, они вкусные и на следующий день, если их подогреть в микроволновке или в духовке. Тоже очень-очень вкусно. Украшаем любой зеленью. Можем подавать их как основное блюдо, а также как дополнение к мясу. Дважды запеченный картофель подойдет с любым салатом, какой вы любите. Я украшаю картофель укропом и сразу же подаю к столу, мои домашние уже не могут дождаться. Приятного всем аппетита! Готовьте только с удовольствием и с хорошим настроением. И у вас обязательно все получится. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за то, что подписываетесь на канал. На этом я с вами прощаюсь. До новых видео! Всем пока-пока!